Приветствую вас, Светлана. Вы знаете, вам уже, в принципе, достаточно подробно ответили коллеги Козырщев, Игорь Леонидович и Александр Плескул. Их ответы, на мой взгляд, очень хорошо. Показывают вашу проблематику и, соответственно, что делать, ну, с этим, да. Вот, осталось только понять, то, ну, хочется ли вам это делать. Вот, хочется ли вам этим заниматься. Вот, это первый такой важный момент. Второе. Вот, когда я читал ваш текст, ваш вопрос, мне не показало ощущение, такое, знаете, ощущение какой-то такой противоречивости, что ли, вот этой ситуации. То есть, мне не покидало чувство, что здесь есть противоречие, оно очень сильное, что ли, это противоречие. Понимаете, какой момент. Дальше. Вы, как будто, не определились с тем, что вам нужно, мой, с чего вы хотите. А вы, как будто, сомневаетесь в своей собственной ценности, вы, как будто, сомневаетесь в себе, в своем достоинстве. Понимаете, и, как будто бы, такое ощущение возникает, по крайней мере, у меня. Как будто бы, вы, как будто, сомневаетесь в своей правомерности, в правомерности того, что, на что вы, в общем-то, имеете полное право. Вот. Живем с мужчиной год. Вместе все это время я стараюсь меняться ради него. А зачем? Зачем? Вы стараетесь ради человека меняться. Ну, то есть, вы считаете, что сможете, сможете измениться так, чтобы человек вас принял, например. Вас не смущает тот факт, что, например, мужчина начинал с вами встречаться, когда вы были такой, как АВС. Вас не смущает этот факт, что после того, как вы начали с человеком встречаться, вам нужно теперь, теперь, теперь вам нужно меняться для него, ради него, там, и так далее. Вот. То есть, не смущает ли вас этот момент? На мой взгляд, вот, по моему мнению, ну, вообще-то, этот момент достаточно важен, потому что получается, что в отношениях, получается, что в отношениях люди находятся под постоянным условием. ну, вот, так, выходим-то. Да? Вот. Под каким-то таким постоянным, получается, условием. Находятся люди. Вот. Ну, это, мягко говоря, странно. То есть, вы считаете, что чтобы человек вас принимал, чтобы человек был доволен, вам нужно меняться. То есть, вы берете ответственность на себя, за него, вы подстраиваете. Ну, если вы подстраиваете спорт человека, то получается, что? Что его нужды, его желания, да? Его потребности, его какие-то там стремления, может быть. более важны, чем ваши, получается. Как это, возможно. То есть, как будет это так, что по факту мужчина, вот, должен быть выше вас, а вы ниже. То есть, получается, что вы постоянно завоевываете его любовь, постоянно доказываете ему, что эта любви вы достойны. но если вы доказываете ему, на постоянное основе, что достойны его любовью. если вы считаете, что это необходимо доказывать, то почему вы удивляетесь, что такой, у него такое к вам отношение. Такое вот отношение. это, наверное, главный, момент, на который я хотел обратить ваше внимание. дальше. Прецепт основная в том, что женщина замуж, и она ему помогает во всем, разделяет проблемы, живет его жизнью, когда ему нужно, часто в его заботах. Оказывается, моя проблема, обстоятельство его раздражает. Ну, я бы сказал, что здесь нарциссический склад у мужчин, вот, и, соответственно, человек подбирает себе под, ну, под стать, да, в партнёре человек подбирает себе соответствующего, соответствующего женщину. Вот. То есть, в данном случае можно говорить о том, что вы как раз таки раз он нацист, значит, вы получается себя обесцениваете, вы, получается, к себе относитесь ну, скажем так, негативно. Вот. Вы к себе относитесь мягко говоря, ну, ну, так сказать, с пренебрежением, вот, и всё. То есть, если мужчина, да, если мужчина щипят, он щипят, да, на полном серьёзе, он считает, что женщина должна быть во всём вторичном. Да? Ну, согласитесь, это его право. Его право так считать. Да, право, мужчину так считать. Важно другое. Важно другое. Важно то, как считаются вы. Если вы согласны с мужчиной в этом, ну, хорошо. только тогда не понятно, из-за чего вас ссоры, если вы принимаете это в нём. Если вы не согласны, тогда не совсем понятен выбор вашего, ваш выбор, мужчин, опять же. То есть, мужчина вот такой, он меняться не собирается. Дальше. Каждая моя проблема обязательства его раздражат. Ну, правильно, он должен отказаться от себя любимого. Причем, максимально решается со мной, только если он изъявит желание, посвящая его. Честно говоря, я затрудняюсь немножечко это интерпретировать. это как то, чем можно похвастаться, предъявляете, вот это говорите, или вы это говорите как то, о чём, чему можно по сочинству. То есть, вот, ну, как, как, интерпретировать то, что вы рассказали сейчас, как это интерпретировать, вообще говоря. Как-то, вот, поясните немножко, потому что, то есть, допустим, допустим, вы, как бы, все проблемы решаете сами. Супер. Великолепно. Так, а дальше-то чего? Вас это устраивает или нет? Такая, ну, такая позиция. Просто если нет, то она сама сама по себе не изменится, эта позиция, мать, такая штука. В чём, опять же, о, в чём, как бы, важность этого момента. Дальше. Считаете ли вы их естественными, дает, чтобы все проблемы решаются все специально. Его сам факт их наличие раздражает, но он находится в своём праве. Он всегда делает на этом акцент. Никогда не помнит моё хорошее отношение, работа, ухаживание, быту, жертву. Скажите, а какой человек может приняться? Может принять жертву. Ну, вот. Вот какой человек может принять. На мой взгляд совершенно очевидно, что жертву может принять тот, кто её хочет. То есть хочет, чтобы ради него жертвовали. Если человек хочет, чтобы ради него жертвовали, то есть доказывали ему, что он важен, важен и прочее, но этот человек явно не будет переживать по поводу того, что думает и хочет кто-то другой, кроме него, него мало. То есть, опять же, насколько обратно здесь ваши ожидания от мужчины, насколько они, насколько это обратно. Мать, какая штука. На мой взгляд, это не обратно. Вот. То есть, ему нужна жертвенность, ему нужна ухаживание, быту и забота, но это не тот человек, который способен оценить его никакой вопрос. А зачем вы все это делают тогда? Ведь если вам необходима какая-то обратная связь от него, то это зависимо, скажем, получается от человека, к сожалению. Дальше. Женщина, любимая, домашняя, а не напрягающая, хоть все. Ну. Это выбор. Мужи-мужины, вот он такой. И он не будет меняться, пока вы ведете себя, так как он, так как вы ведете. Любые мои проявления, как человек, его бежат. Это нормально, потому что он самый любимый. как бы. А никого более любимого, чем он, нет. И быть не должно. Дальше. Так. Мои родители живут в другом городе, и я раз в три месяца летаю к ним, и каждый раз это огромный скандал. Ну, опять же. Без вашего участия. Участия. Ну, прямого. Скандал невозможен. Это первое. То есть. Если вы в скандале, ну, участвовать не будете, то скандал не будет. Вот. слабо представляется, как человек один может скандалить. Да. В конфликте, ну, нужны оба. Два человека. Два человека нужны в конфликте, как правило. Оба человека нужны в конфликте. Дальше. Так. Я должна отбросить. Да. Скандал – это психологическая игра. Изучите, пожалуйста, этот момент в интернете. Вот. Ну, я могу сказать, что в скандал вступают люди, которые боятся близости. Вот. И которые таким образом принимают напряжение. И у тех, у кого есть проблемы с личными границами, а ваш мужчина вас контролирует, соответственно, это нарушение личных границ. Дальше. Я должна отброситься у него в тот день, когда и время, когда ему удобно, сделать так же при возвращении. Ну, опять же, это нацистическая позиция здесь. Раз-два. Раз-два в год влетаю в командировки. Такая же история. Ну, знаете, как сказать, вы с мужчиной когда-то подстаконились, вы с мужчиной когда-то друг друга узнавали, соответственно, мужчины когда-то со всем этим впервые стал классом. Я думаю, что раз у него такое отношение, значит, вы, как минимум, себя поставили так, что он воспринимает вот, ну, в таком, в таком, ключе, то, что, вот вы, ну, то, что вам нужно. И опять же, вы говорите, то, что меняетесь вы ради него, вы ради него меняетесь. Но почему-то, ну, при том, что вы ради него меняетесь, почему-то, у вас, у вас претензии к нему. И ожидания, как будто бы, от него потворить, на мой взгляд потворить, на мой взгляд, и потворить, на мой взгляд, достаточно сильным. Достаточно сильно. Вот. Дальше. Так. На расстоянии он начинает обвинять меня, что я делаю из него женщину. Мужчина не может заработать такое отношение и кого-то ждать. Ну, человек просто подвигает свою позицию с одной стороны и опять же, опять же, здесь или момент какой? Здесь момент в том, что эта позиция появилась не сразу. Вы зарекомендовали себя так в глазах мужчины, что он может вам эту позицию выражать. Дальше. Я не могу объяснить, что родители работают, это обязательства, которые невозможно пренебречь. Ну, я думаю, что это одна из проблем, что вы считаете это обязательством. И делать это не потому, что, к примеру, вам хочется это делать, а потому, что это обязательство. Вообще, говорят, так это не работает. Если бы вы изначально позиционировали себя так, что, ну, что я хочу Эппла. Понимаете? Я хочу Эппла. Просто. Это одно. Если обязательство, ну, как обязательство, ну, это Они работают, что они работают друг другу. Вполне вероятно, что мужчина вот к вам и относится так, потому, что вы в этом обязательство видите. Понимаете? Не, а, 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 не свои, а, ладно, а обязательства. Это опять же, ну, как бы, делаете вы, ну, к какой-то степени это через силу. Вот. Понимаете? Какая штука. Сделать штуку через силу и лучший вариант для, ну, если мы хотим быть счастливым, если мы хотим быть, там, грубо говоря, свободными и так далее. Дальше. Так. Я не только его женщина, но и дочь. Сотрудник Витера. Он не верит в мои чувства. Если что, если что-то еще есть, он должен быть на втором месте. Это классическая позиция на свете. Сейчас по твоей степени могу вернуться с командировкой домой, потому что ему неудобно, и он боится вируса. Говорит, что взрослым надо принять в урок, собираясь счету. Лечи к родителям и как он захочет, приеду. Мамы строить отношения даже не романтические, а же человеческие. Это нон. Согласен, но для вашего мужчины это нормально. А для вас. Там вещи по погоде, документы, справки, без которых мне надо заново проводить кучу, проходить кучу врачей и анализы, чтобы ходить на дневные стационары. И он в курсе. Принимаю и понимаю его недовольство, но начинаю встречаться. Начинаю встречаться и был в курсе. Всего моего счетника. На мере у меня все хорошо, бывают конфликты, наборчивые его контроли. Здесь вы находитесь в позиции жертвы, не готовы защищать от друга, проплагать свои интересы. То есть, как бы, не готовы отставить. А как ему донестись, что я живой человек с своими желаниями, с заботными проблемами? Эти моменты часть моей жизни любого взрослого человека никак, потому что ваш мужчина не взрослый, не взрослый. Фактически это подросток, он засрал подростком возрасте. Если мы поймем, как было нарастать, то мы спокойно разрешим не забрать свои вещи и переехать, что я сделаю заманик. А что я сделаю заманик, в каком случае, не подстыгну на его удобство. Ну, опять же никак, потому что, если ваш мужчина такой, что он во всем ведет ущемление себя и угрозы и скандал не избежать с его стороны. Другое дело, если вы научитесь навыкам бесконфликтного общения и перестанете со своей стороны скандалы избегать. Вот, но скандал будет сто процентов. Как и сто процентов, скорее всего, что мужчина вас не поймет, но и расстаться с вами он не захочет. Скорее всего он вас не отпустит, даже не дуряк и понимает, что мало кто из женщин будет его терпеть. Поэтому я думаю, что вы здесь обращаетесь на его счет. Человек вас так просто не отпустит. Напротив, это будут обвинения, это будут, это будут жертвы обвинения с его стороны, напускная и т.д. Поэтому вам первое пора будет с самооценкой. В общем, то, что написал вам Александр Полисколов. Свою самооценку уверенность в себе, любит себя оценить, научится говорить нет и перестанет отчитываться обратно. Здесь я с Александром согласен на сто процентов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам и помните, что стараться меняться ради кого-то, если вы не хотите этого делать для себя, означает расписаться собственной не самостоятельностью. А для мужчины это Саблон. Саблон вами управляет, вас подчиняет. Для любого мужчины это Саблон. А для вашего и подобного. Удачи вам Светлана. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok